Просто так. Да, давайте мы запишем. Вот, хорошо. Соответственно, я бы, наверное, хотела начать с прекрасной Юли, которая к нам присоединилась с Валиной Мистерской, с предыдущего набора, и которая с самого начала говорила, что, в общем-то, я там не буду делать работу, не буду делать работу. Но потом мы, значит, начали говорить про интервью, и Юля такая решила, что она будет делать работу, и что она вообще планирует стать журналистом и планирует брать интервью. И, соответственно, как такое начало своей карьеры, она сделала вот эту финальную работу, которая тоже у нас в формате интервью, с известным уже человеком для нашей киномастерской, в общем-то. И вы сейчас увидите, с кем. Так что приятного просмотра, и давайте посмотрим. Смотрите, тут один очень важный момент. Значит, я кидаю ссылки в чатик, да, на Ютуб. Одновременно я буду транслировать экран. Если у кого-то, если у кого-то, значит, зависает, то вы просто идёте в чатик и смотрите в Ютубе. Если не зависает, то можете смотреть с моего экрана. Понятно? Так, ну давайте. Выключаем звук. О, я тебя хочу снимать. Будем тебя снимать. Всё время говорила мне, что я никуда не поступлю. Они говорят, ну там не учат, поэтому чё тут? Держи ногу, толстая корова! Я родилась и выросла в Москве. В детстве я хотела быть космонавтом. Мне казалось, что космонавт — это самая классная профессия. Ну, в детстве, смотря какой период, правильно же? Я училась плясать. Я училась в... Ну, короче, я не ходила в общекзавитную школу первые несколько лет. Я училась в музыкалке и в хореографическом. А потом поступила в 9 лет в Академию хореографии при Большом театре. И там танцевала некоторое время. До 15-ти. Вот. Там в балетной школе у нас ночные были анкеты. Там анкеты... Ну, возможно, тоже были. У нас была такая какая-то активность. Типа тебе дают книжечку, и в ней у тебя есть страничка. И ты пишешь. Ну, как тебя зовут? Сколько тебе лет? Что ты любишь? Какой твой любимый дет? Балет, кем ты хочешь стать. И вот кем ты хочешь стать, все поголовно писали. Я хочу стать солистом Большого театра. Поэтому... Ты знаешь, это странная была, конечно, история с этим балетом. Так. Я... Как тебе сказать? Мне кажется, танцевать я начала любить, когда я в 17 лет оказалась на дискотеке. Играли колонки, и была классная музыка. И я вдруг подумала... Я вдруг почувствовала, что танец — это не вот это вот раз-два-три-четыре. Это не вот это вот... Держи ногу, толстая корова! А, когда тебе 13, ты, конечно же, толстая корова, естественно. Поэтому как-то... В общем-то, танцевать мне понравилось позже. После балетной я оказалась в общеобразовательном классе сначала на год. И я была счастлива. Потому что в балетной тебя все знают. Просто вообще все тебя знают. Ты любой шаг не тот делаешь, ты получаешь по голове. Потому что тебя все знают. А тут... Тут тебя никто не знает. Ты никто. Ты можешь делать что угодно. Ты можешь встать, уйти или прийти. И всем все равно. И это было чудесное чувство. Но оно мне... За год наскучило. Ну, не в смысле оно наскучило. А как-то ребята в классе были какие-то такие... Что-то как-то у них не было ни таких интересов, которые бы меня вдохновляли. Мне казалось, что они какие-то... Никакие. Вот. И я перешла в математический класс. И меня тоже... Меня еще туда не взяли. У меня всегда было хорошо с математикой. Я очень любила математику. Но когда я пришла в эту общеобразовательную школу, говорю, у меня пять по математике в балетной школе. Они говорят, ну, там не учат. Поэтому что ты? Ты же танцовщица. Тебя не учили математике. Спокойно. Иди в общеобразовательный. И я единственная из общеобразовательных, кто поступил уже в сформированную группу математических. Вот. И я начала с ними учиться. Я правда любила математику. И физику. Мне очень нравилось. И что? И что? И было классно. Дальше тоже. Знаешь, я как-то... Я не очень знала, куда поступать. Я не знала про хорошие места. В смысле, типа, есть МГУ. Да, МГУ классное Московское государственное университет. Типа, самый топовый университет. Но дальше моя мама сделала какую-то странную скуку. Она почему-то как-то все время говорила мне, что я никуда не поступлю. Типа, ну, ты же не учишься достаточно. Это при том, что у меня... Я закончила диплом. У меня три или четыре четверки в дипломе. Суставная пятерка. То есть я хорошо училась. Но при этом она как-то так не очень эту историю поддерживала. И поэтому я не знала, куда поступать. И она говорит, ну, ладно. Это при том, что я еще тоже сдавалась с подружкой. Чтобы ей было не грустно. Я пошла с ней сдавать Олимпиаду в Бамонку. Я сдала математику по Олимпиаде на 8 из 10. Я пошла туда, куда предложила мама. И я стала учиться в университет. Я поступила в банковский университет. В Притбербанке. И училась там два года. И я несколько лет проучила и закончила. И сказала, что я не хочу этим заниматься. Это все ушла. И оказалось, пришла в школу в свое последнее. И говорю, слушайте, октябрь месяц. Я нигде не учусь. А я люблю учиться. Мне нравится учиться. Я всегда люблю учиться. Вот что мне делать? Мне там сколько? 20 лет. 19. Нигде там их не помню, честно. И они говорят, ну, слушай, у нас есть... Учительница по литературе нам говорит, ну, у нас есть вот в институте современного искусства есть открытый курс. Ну, в смысле, там можно, мы можем тебя туда отправить, потому что у нас там знакомая деканша. Нас с тобой поговорит. Если ты подойдешь, то можем взять тебя на факультет журналистики документального кино. Вот, режиссура документального кино. Я говорю, ну, давайте, вот. А там нужно было... Ну, как-то, ну, я пошла туда. Там нужно было платить за эту учебу. У моей семьи не было денег, сколько платить. Я начала работать. Но я тоже. Мне как-то всегда казалось, что работа надо по специальности. Поэтому я пошла работать случайно. Ну, я всем ходила, говорила, что у меня нет работы, у меня нет работы. И я попала на Мосфильм делать спецэффекты. И я начала работать на Мосфильме, зарабатывая как бы на свой институт. И закончила потом этот институт. И дальше работала. Я получила в 11 лет. Мне папа подарил мыльницу, камеру. Мы раньше, в самое детство, каждые три месяца, с моих шести лет, мы ездили на Азовское море в Рядомогеническом. И мы прям там жили по три месяца в этих домиках на море. У меня там, естественно, появлялась подружка какая-то. И вот я ходила с этой камерой, проснулась, фотографировала рассвет очень красивый в 11 лет. А потом мы с мамой проявили эти фотографии. Я показываю своей подружке, которая помогала своим родителям в местном кафе. Эти фотографии показываю. Рядом мужчина стоит и говорит, ой, как красиво, а можно я куплю? Я говорю, да, конечно, круто. Вот, так что это были такие, ну, такие совсем первые деньги. Есть история, когда, ну, то есть про любовь, которая меня сформировала, наверное, это, ну, то есть, не наверное, это уже было мне 20 лет, когда я полюбила человека, который как-то отразился на, серьезно на моей жизни. Вот. Мы учились на параллельных курсах. Он учился режиссуре игрового кино, а я документально. Вот. И он меня, он увидел где-то, как я танцую. А потому что моя близкая подружка где-то меня использовала, чтобы я танцевала. Я, собственно, танцевала. И он говорит, о, я тебя хочу снимать. Будем тебя снимать. Вот. Ну, что-то как-то и понеслось. И, наверное, меня, как бы, он, знаешь, в чем это, как бы, для меня, наверное, самое важное в этом было, что он воплощал все то прекрасное, чтобы я хотела иметь в своей жизни. Ну, он, как бы, режиссур, он говорит такие красивые сложные вещи. Он знает, что прекрасно, что нет. Он говорит мне об этом. Он выбрал меня, но, то есть, мне кажется, это важно. На тот момент мне казалось, что, ах, как прекрасно. Вот. И на меня повлияло больше наше расставание, наверное, чем наше сама... Ну, то есть, конечно же, то, что мы проживали и переживали вместе, это было прекрасно, извините. Мы, конечно, там много чего прекрасно пережили, но, наверное, больше всего на меня повлияло наше расставание, потому что я в какой-то момент очень поверила, что это навсегда, а потом это казалось не навсегда. Но это странно звучит, когда ты со стороны это слушаешь, но для меня этот опыт, что это вот такое может закончиться, для меня было очень каким-то травматичным. И я после этого, например, оказалась на Дауи Хржановского. То есть, я там оказалась только потому, что на тот момент мы с моим молодым человеком расстались, я находилась в ужасном состоянии, я очень хотела уехать. И тут мне подворачивается история с тем, что меня Олег Хржановский встречает и говорит, а не хочешь ли ты поехать в Харьков поработать? Пятым ассистентом, естественно, мне же 21, ну и 20. Ну, то есть я никто. Для большого проекта у меня нету небольшого имени, у меня нету. Есть какие-то навыки, ну, у кого их нет. И поэтому я поехала туда, как бы. В другой ситуации вряд ли бы я была так легка на подъем. Мне мой друг близкий напомнил, он говорит, ты же, слушай, ты же работала у Хржановского, он сейчас в Лондоне делает большую классную штуку, почему тебе туда тоже не это? Я написала Илья Андреевичу, естественно, тоже, и сказала, что я тут. Вот. И мы встретились, поговорили, и он говорит, ну, хорошо, приезжай. Но я тогда, у меня английский был никакой, приехала сюда, ну, как бы, кем угодно. И так просто оказалось, ну, так как у меня была внутренняя задача, она была не про то, чтобы оставаться в Лондоне, она была про... мне важно было понять, ну, не художественного, нет, от Ильи Хржановского, а то, как он принимает решения. Ну, то есть мне было важно понять, как вот такого масштаба художник принимает решения на всех уровнях. Поэтому, с одной стороны, я делала какие-то там суперпростые штуки, пойди, подай, принеси, организуй ДРТ, а параллельно с этим я сразу же приехала, я начала отсматривать материал. И там через 4 месяца я была одним из немногих людей, которые смотрели все 700 часов этого материала. Ну, как-то и так получилось, что я осталась. А потом я встретила своего молодого человека на проекте, и мы начали как-то мастер жить, потом появился ребенок, вот я тут живу. Но у меня не было такого плана совершенно. Я сейчас зарабатываю, типа, минимал... Тут, слушай, еще такая штука. Я сейчас скажу, цифра, она будет казаться большой. Она небольшая здесь, потому что, ну, типа, в месяц я зарабатываю около 2 500 примерно. И это покрывает... Но при этом за квартиру я плачу, типа, 750. Дальше еще за детский сад я плачу 500. Дальше еще за... Ну, как бы тут еда тоже довольно дорогая, еще проезд. Но, в общем-то, на самом деле, это не очень большая сумма для Лондона. Многие фотографы будут говорить, нет, мне не нравится все не то. Мне кажется, что для меня... Как тебе сказать? У меня тут какой-то такой подход про процесс. Ну, то есть, конечно, какие-то фотографии были очень наивные, но при этом мне кажется, что некоторые были довольно смелыми. Другой вопрос, что они были смелыми неосознанно. То есть сейчас они туда более осознанные. Мне кажется, что я еще очень далека от какого-то такого прям суперпрофессионального ощущения. Фотографировать все подряд и показывать, и печатать, и слушать, что тебе говорят в ответ. То есть вот эта вот обратная связь от людей, она очень важна. Ну, мне кажется, что классно, конечно, найти кого-то, кто тебе эстетически нравится. Ну, вот тебе, не знаю, кто-то конкретный, какой-то фотограф, любой, он не важно, крутой или не крутой, просто тебе нравится, как он что-то делает, и ты фотографируешь, показываешь ему, или там начинаешь с ним работать с ассистентом каким-то. Ну, всем нужны какие-то лишние руки на съемке. Мне кажется, что жалеть нужно. Но нужно и важно задавать себе вопрос про где я, кто я, что я действительно хочу. Юль, ты здесь? Юля, ага, всё, вижу, вижу. Слушай, очень классное интервью. И мне кажется, очень оно полное. Ты расспросила Валю, ты расспросила много всяких вопросов, не постеснялась спросить ни про деньги, ни про первую любовь. И мне кажется, что это очень-очень классное получилось интервью, и очень такое полное, душевное, искреннее. И Валя, мне кажется, красивая. Супер. Я вообще прям, во-первых, о Вале сколько всего узнала, и действительно, это, конечно же, из-за вопросов. Хотя Валю я знаю много лет. Валя, всё, теперь первое, это возможность, идём на дискотеку. Слушай, Юлечка, молодец, огромная. Да, и вот мне кажется, многие вопросы, не то, что даже раскрыли Валю как личность, дали нам какую-то информацию, да, вот тем людям, которые смотрели, и кто, может быть, хотят стать фотографами или режиссёрами, или ещё чем-то, дали какую-то информацию, на которой мы можем строить наш последующий опыт. Очень круто, очень круто. Спасибо большое. Молодченько. Ага, а детям сейчас хотят сказать? Я даже не знаю, как-то эти вопросы согласилась. Валя ответил, наверное, вопросы были круто. А Юня, Юня спрашивает. Ну, это значит, что надо не бояться задать вопрос. Ну, как бы, если человек не захочет отвечать, то он скажет, что, ну, я не хочу отвечать. Ну, ага, детям. Я хотела сказать, что с двух сторон можно посмотреть. С одной стороны, это надо очень круто уметь задавать вопросы, чтобы ты человека, зная так, через какие-то разговоры, упоминания, так заинтересовался в нём. А с другой стороны, такой интересный человек, мне прям приятно было. Спасибо, Юля, спасибо большое. Так, хорошо, хорошо. Подожди, дай я Юлю похвалю. Похвали, хорошо. Я хочу сказать, Юля, что вообще правда, это, кстати, правда, очень смело было, ну, то есть я представляю, как это задавать человеку, к своему педагогу в данном случае. Ситуация про первую любовь, например, или там про сколько ты зарабатываешь, это же очень смело, это очень классно. Юль, мне, конечно же, очень приятно, что я решила взять у меня интервью. В интервью видно, что я нечасто их даю. Типа ЭКЕБЭМЕ. Кошмар. Но мне, конечно, очень приятно, и ты большая-большая молодец. Мне очень нравится, как ты двигаешься в своём внутреннем желании быть журналистом, и как ты продолжаешь в нём быть последовательной. Вот. Круто. Молодец. Спасибо. Спасибо большое. Если бы у меня была возможность, я бы вас каждый раз интервью брала. Вы настолько интересный и многогранный человек, что то, что мы сейчас узнали, мне кажется, это просто часть вашей жизни. Вам есть ещё что нам рассказать? Хорошо. Хорошо. Ещё я хочу сказать, что Юлия, конечно, ещё прошла путь, потому что она взяла не только за одно интервью. До этого у нас было задание взять интервью с человеком, который ты бы не взял интервью. Не то, что ты бы не взял интервью, с которым ты не думал брать интервью когда-нибудь. Естественно, Юлия очень классно выполнила это задание тоже. Поэтому это был некоторый довольно большой процесс, через который мы прошли. Хорошо. Так, ну чего, давайте пойдём дальше. У нас ещё много прекрасных работ впереди. Значит, следующий участник нашего процесса – это Варя. Варя сняла прекрасное видео, которое мы сегодня спешно доделали, переделали. А Варя очень последовательный человек. Она ко мне пришла с двумя сценариями. И как бы мы выбрали один. И Варя его доделала, сделала. Хотя это было сложно. Это довольно сложная история, технически довольно сложная история. И надо отдать должное. Как бы Варя много раз переделала эту работу, много раз доделала, там много что не получалось. Но в конце мы пришли к, значит, Варе всё прекрасно доделала. И вот сейчас я хотела бы, чтобы мы посмотрели эту прекрасную работу. Всем привет! Да, это я. И пока я буду рассказывать о себе, можете мной немного пребываться. Ещё когда я была котёнкой, меня посадили в какую-то штуку и привезли в новый дом. Знаете, когда они сказали, что я переезжаю, я была немножко в шоке, ведь меня всё устраивало. Хотя была одну золевая собака. Никогда мне не нравилось. И всё же делать было нечего. Когда мы приехали, всё было супер до того, как не вошла она. Она была взрослой кошкой, и, на моё удивление, у неё была шерсть. Вы спросите, почему я так удивилась? Да потому что у меня никогда не было, и я не могла себе вообще представить, что такое бывает. Но и сейчас не об этом. Она многому меня научила, и мне это очень пригодилось. Новые хозяева тоже были хорошие, хоть изредка, но очень надоелевыми. Я научила их играть со мной. Это было трудновато, но, конечно же, я справилась. Что ж, моя жизнь была прекрасной. А потом случилось то, чего я никак не могла ожидать. Я начала разговаривать. Вы представить себе не можете, как испугались кожаные. Они сразу позвонили на телевидении, и на завтра у нас уже была запланирована встреча. Но пока мы ехали в студию, кожаные начали сильно ругаться. Выпустили. Ай, голова. Стоп, мне не приснилось? Ну нет. Скина, есть так хочется. Ладно, пойду что-то поищу. Скина, есть так хочется. Так же я хочу, чтобы у меня тоже была кошка. И почему она на меня смотрит? Скина, есть так хочется. 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 Лишилась всего, что у меня было. Слушай, а там именно хотелось я кое-что? Ты не хочешь жить со мной? Слушай, это хороший вариант. Скина, есть так хочется. 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 Несите Оскар. Теперь у меня вопрос. Есть ли в этой хорошей концовке грустная концовка? Это... Многоконцовочный сериал. Ага. Да, даже очень интересно. Не получился про кошку, которая... Я хочу увидеть... А я хочу видеть двенадцатую концовку. Друзья, друзья, смотрите, давайте сделаем так. Давайте, кто хочет говорить, поднимайте руку в реакциях. Там есть реакции в зуме, и там можно поднять руку. Хорошо? Давайте по очереди. Давайте Аня. Вот даже получился очень прикольный мини-сериал, как кошка была. Ее повезли в студию, но не получилось завести, потому что, как сказать, случилась авария, очень прикольно придумалось, что кошка превратилась в черную кошку. Потом ее приютили, как получается, своей любовью, она превратилась, ну, какой она была. И как бы получился очень прикольный мини-фильм, как за животными надо с любовью к ним относиться, и тогда будет счастье. Ага, отлично. Катя, Катя и Полина. Катерина и Полина. Ну, вообще, я хотела бы сказать, мне, если честно, очень понравились кадры, которые были подобраны, я бы там, в кино, в мультфильм, я не знаю, как это назвать, в сериале, потому что сначала как бы в Инстаграм девушка заходит и смотрит там, потом идет ФП, то есть были подобраны хорошие кадры и сценарий. Ага, спасибо большое. Так, Гуляра. Все очень круто. Мне очень понравился весь сюжет, юмор хорошо подобран. И вот когда именно момент, когда она не была уже шерстью, а потом без, я хотела бы шутить шутку, например, но бывает, шерсть обросла. Да. Очень понравилось, желаю успеху автору. Ждем вторую часть. Так, и Максим? Вообще, мне очень сильно понравилась история, только у меня вопрос, а на реальных событиях? Просто было бы интересно. Это каптор вопрос. Я думаю, на реальных событиях кошка не может обрести шерстью, а потом ее потерять. Кто знает. Вдруг это мэджик. Ну, как бы, это тайна. Знаете, есть такая тема производственная тайна. Когда ты делаешь фильм, ты подписываешь контракт, а то, что ты не будешь разглашать. Так что... Это тайна-динкс. Да-да-да. Хорошо, отлично. Варь, но я очень хотела сказать, что ты большая молодец, что ты действительно доделаешь... Я могу сказать, что работать с животными, ребята, работать с животными очень сложно. Как бы, это вообще не хухры-мухры, да? Ты человеку-то можешь сказать то, что можешь просто постоять здесь, там, сделать то, сделать так, а животному... Ну, как, о кошке так не скажешь. Соответственно... Это не может быть скажешь. Ну, ладно. Соответственно, я хотела поблагодарить Варю за терпение, потому что, как бы, Варя много раз переснимала, да, чтобы добиться вот этого результата, чтобы все получилось. Вот. Варь, ты хочешь что-нибудь добавить? Нет. Хорошо, отлично. Хорошо. Ну, чего. Так, давайте пойдем к следующей работе. Следующая работа, следующая работа, следующая работа у нас не хухры-мухры, а сериал. И мы с вами будем смотреть первую серию. Пилот. Это называется пилот. Пилот сериала. Ну, пилот сериала – это когда мы сделаем первую серию, чтобы посмотреть, как люди реагируют на нее, и, соответственно, потом дальше продолжить производство остального сериала. Так что, как бы, желаю приятного просмотра. И давайте попробуем. Продолжение следует... Это че за безобразие? Как вообще до такого дошло? Мы лучшая организация, защищающая права человека, но не можем справиться с какими-то криминалистами. Вы хотите, чтобы я ушел в отставку? Да, в отставку. Что за шума, драки, нет? Мистер Лестред, я получила от вас письмо. Что у вас случилось? О, мистер Шерлок! Как хорошо, что вы пришли! Я знаю, вы очень любите подобного типа загадки. Проходите! Вот посмотрите на эти два письма. Совсем недавно нам отправили его от неизвестного правителя. В нем говорилось, чтобы Скотт Ланьяр прекратил свою деятельность в коррупционных делах. Ну, я, как и все следователи, подумал, что это опасая угроза. Но через время стало страдать высшее общество Лондона. Да. Вы говорите, что стало страдать высшее общество Лондона. И Скотт Ланьяр ничего не может с этим поделать? К сожалению, да. Участились в похищении и даже были убийства. А вчера ночью нам отправили еще две письма. Отправить я был лорд преступности. Вы сами все узнаете, как прочтете. Шерлок, спрошу, помогите нам. Скотт Ланьяр будет от всей души вам благодарен. Нам нужно срочно узнать, кем является этот так называемый лорд преступности. Игорячки, мистер Лайстрит, я немедленно помогу вам в этом деле. И мы не будем сидеть на месте. Шерлок Холмс, вы не представляете, как я вам благодарен, как благодарен. Буду ждать хороших новостей. Всего доброго, мистер Холмс. До скорой встречи. Ватсон, у нас появилась новая динка. Идемте скорее домой. Было уже за полночь, и лондонское небо покрылось густыми облаками, которые придавали ему мрачный черный оттенок. По весь мистерскому мосту, четырехколесный экипаж ехал в направлении Сэм-Джеймского парка. Внутри него сидела пара элегантно одетых джентльменов. И когда впереди вырисовывались величественные силуэты Биг Бена и здания парламента, они гордо взирали на них, как британские граждане. По тому же мосту, в другом направлении шатаясь, шел истощенный бродяга. В мгновение ока обе стороны пересеклись друг с другом. Но, хотя каждый из них входил в поле зрения другого, но ни один из них не обратил внимания друг на друга. Они существовали в разных мирах. Сословная система, в которой вся жизнь определяется социальным положением, в котором родился. Однако, находились и те, кто замышлял разрушить эти отталкивающие классы и искоренить этих высокомерных существ, восседающих на вершине классовой иерархии. И это был криминальный консультант, фигура, которая принимала запросы о страдающих людей, которая работала в тени, вне закона, лорд преступности, Уильям Джеймс Мориарти. Заходи. Все готово. Хорошая работа, Моррн. Приступайте. Думать только. Девятнадцатый век на дворе, а высшее общество страдает. Что думаете, Ватсон? Вы совершенно правы, холст. На наши плечи легли жизни людей. Нам нужно срочно придумать клон. Все это, конечно, очень важно, но нам нужно развеяться. Так, посмотрим. Сегодня у нас запланирована встреча с некой мисс Мэри Морстон. У нее к нам какое-то дело? Все возможно. Так, Ватсон, собирайтесь. Сегодня же едем в ресторан. Время не ждет. Доброго времени суток, леди. Благодарю вас за приглашение. Спасибо, что пришли, мистер Шерлок, доктор Ватсон. Недавно была в гостях в поместье Герцога Уэльского и услышала очень забавную историю. Вы, я думаю, ничего не слышали о профессоре Мариарти. Вы говорите о человеке, который своими сетями окутал весь Лондон, и никто даже не слышал о нем? Прависсимо, мистер Холмс. Кстати говоря, у него необычная биография. Он происходит из хорошей семьи, получил блестящее образование, и от природы наделен феноменальными математическими способностями. Но в его жилу течет кровь преступника. У него необычайная наследственная склонность к жестокости. И его необычайный ум не только не умеряет, но даже усиливает эту склонность и делает ее еще более опасной. Темные слухи поползли о нем в том самом университетском городке, где он преподавал. И в конце концов, он был вынужден оставить кафедру и перебраться в Лондон, где стал готовить молодых людей на офицерский чин. Вот что знают о нем все, а вот что узнал о нем я. Спасибо вам, леди, за беседу, но нам уже пора. Вас тоже наверняка уже ждут дела. Вы совершенно правы, мистер Холмс. До скорой встречи. Всего доброго. Пойдемте, Ватсон. Ватсон, вы не представляете, что мы только что узнали. Тот, кто виновен во всем, что произошло, был... Шерлок Холмс, беда! Все кончено! Лондону! Нет! Всей Британии пришел конец! Вот посмотрите сюда! 26 июня 1830 года правящий монарх Георг IV умер по неизвестной причине. Тот. Лайстрейд, срочно едем во дворец! Все кончено! Прощайте! Тут тоже Оскар. Хлопаю. Тут беременность. Оскар. Тут настолько Оскар должен... Потому что тут настолько сыграно, что вот прям подходили, что прически прям делали. И вот места подходили прям и на скрипке играли, и везде подходили. И вот в кафе были. Вот прям просто... Вот прям настоящий сериал. Ага, так, хорошо. Так, Слег, Гуляра. Это гениально. Смотри, хорошо подобран. Роли сыграны хорошо. Характер подчеркивает. Пианино, вот, скрипка. Все. Вот это собрали так вместе. Зеленый фон, фоны подобраны. Это как настоящий фильм какого-то очень талантливого человека. Ага. Ель. А, я, да? Да, 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 да. Спецэффекты 10 из 10. Актеры 10 из 10. Актерская игра 10 из 10. Сценарий 10 из 10. Ну, надо сказать, действительно, что вообще-то, если кто-то заметил, Настя играла всех. И Настя переодевалась, значит, перевоплощалась совершенно. Мне кажется, пока Настя переодевалась, можно было уже устать. Ну, как бы, это вообще, это просто капец какой-то. Настя 6 из 10 просто. Настя очень упорный человек. Это как бы, я верю. Это сериал как бы, там, я вижу второй сезон. Так, хорошо. Катерина и Полина. Если честно, я просто восхищаюсь. Этими талантливыми ребятами. Потому что сценарий Настиного сериала подобран очень хорошо. Костюмы, чтобы найти, померять, сочетать их как-то. Актерское мастерство тоже самое. Отлично. Катя? Мне очень понравилось. Подобрана одежда. Сценарий. Это очень крутой сериал. Мне так кажется, это сложно, когда один человек играет одну роль. Очень круто. Все роли. Ага. Отлично. Да-да-да. Соглашусь, как бы, действительно, по-разному. Настя играет. Настя актерский плачет по тебе. Савва? Мне очень понравилось. Это очень трудно. Особенно играть в актерском мастерстве. Плюс это очень много времени занимало. И, ну, просто супер. Ага. Максим? Вообще, мне очень сильно понравился этот сериал. Во-первых, там настолько хорошо эти усы видно, что прям я не могу. Даже чуть-чуть. Вообще, прям, ну, прям, вау. И еще, мне это похож, этот сериал не на шпиона. Ой, не на Шерлока Холмса, а на аниме. Ага. Он настолько похож. Там только сделать другую анимацию, и все прям похоже на 100%. Хорошо. Ну, я скажу, что, вообще-то говоря, это, как бы, Настя адаптировала, да, как бы, история Шерлока Холмса. И это вообще, ну, как бы, Настя работает с чужим материалом. Вот, как бы, если все остальные придумывают какую-то свою историю, то Настя, она взяла уже и существующий материал. Также сделала еще одна наша участница. Вот, и ее опорно. Ну, все-таки адаптировать из книги Шерлока Холмса, ну, какие-то материалы, это тоже очень сложно, потому что надо переодеваться. Да, я согласна. И я как раз, как раз хотела сказать, что это сложно, как бы, что адаптировать это иногда сложнее гораздо, чем самим придумать. Потому что самим придумать, ты представляешь, как ты можешь сделать? Адаптировать, это как бы, ну, как бы Лондон, значит, 19 века. Ага. Валя? Ну, я хотела восхититься абсолютно не только Настяным актерскими способностями, но Настяными техническими находками. Взять, придумать, что бэкграунд у Зума может на самом деле быть идеальным хромакеем. Это же просто гениально. Очень круто, очень много fine footage классного подобрано, очень правильно по монтажу это все сделано. Просто с технической стороны это очень крутая, скрупулезная, очень интеллектуальная работа. А когда Настя еще в конце на скрипке сыграла, я подумала, боже, просто это человек средних, знаете, в возрождении был такой идеал человека, который сам умеет делать все. Он хорош в любых абсолютно сферах. Вот, это, мне кажется, Настя. Очень круто. Ага, Юля? Да, ну я вообще, техническая часть, про актеры уже все сказали, вот несите тот Оскар, как раз это та ситуация опять же будет. Настя, молодец, огромная. И про техническую сторону я даже, видишь, даже не поняла, что это Зум настолько все это было. Ну, то есть я поняла, что ты не там как бы находишься, но вообще просто супер получилось. Очень классно и захватывающе. Ждем следующей серии. Спасибо. Отлично, хорошо. Слушай, ну, давайте, давайте потихонечку двигаться дальше. И следующая наша работа, она вообще-то тоже, говоря, снята по материалу, по книжке. Вот. И я не буду спойлерить, о чем она специально, так что я просто пожелаю вам приятного просмотра. Опять же, ссылка будет в чате. Если у кого-то не открывается, просто переходите по ссылке в чате, хорошо? Хорошо. Хорошо. Раннее утро 26 апреля 1986 года Антонина в легком домашнем халатике, отстукит на старенькой портативной Москве очередную статью, за которой пообыкновенному провела ночь. На столе в последнюю точку вынимает густо отпечатанный лист, собирает рукопись и откладывает ее в одну сторону, в другую отодвигает машинку, прикрыв ее свежим номером огонька. На столе, кроме пишущей машинки и рукописи, стоит пустой кофейник и чаша с остатком кофе, а на крыле у книжка лежат книги и бумаги. Автобус едет по дружбе на Роберт, мимо ожидающих людей, мимо поликлиники, по дворе которой необычное оживление, мимо постовых милиционеров легкой, почти парадной форме, и мимо теплоупакованных милиционеров на мотоциклах, на лицах которых плотные респираторы, все глаза жадно устремлены в окнах, на пристани нескольких человек в белых лепестках, сцепают руками и лопатами песок в мешки. Чудайший вертолет, в котором погружают уже наполненные мешки. Антонина до боли сжимает губы от беды, на всю эту неразбериху. Слышу голосы с прекрасного далека, голос утренний серебряный рассвет, Слышу голосы и ваня. Слышу голосы и ваня. Слышу голосы с прекрасного далека, голос утренний серебряный рассвет, Слышу голосы и ваня. Нашая дорога Кружит голову, Как в детстве карусет. Прекрасно и далеко, Не будь ко мне жестоко, Не будь ко мне жестоко, Высокый род. Порчи на моих ногах, Некрасно и далеко, Некрасно и далеко, знаете с конца этого минифильма у меня по коже начали мурашки родители мне казалось раз будет прямо она сначала пошла в больницу и думала господи что сейчас будет происходить потом у меня опять мурашки по коже потом еще не стало там плохо там на лавке мне опять мурашки по коже просто это минифильм настолько сыгранный и настолько хорошо так гуляра я хотела сказать что только я увидела первый кадр то есть сколько там людей если там люди я похоже его где-то видела это меня очень сцепило и потом я углубилась в просмотр идея было хорошее взять что-то не свое и опять же адаптировать и наверное люблю все-таки такое иногда выдумки конечно тоже люблю иногда посмотрите что-то адаптирует это вообще автор молодец спасибо большое максим вообще фильм классный я не знаю почему они там дрожала но мне вообще ничего не было странно я потому что все читал про припять ну то есть я все знаю и это почти то же самое что и люди из-за этого там некоторые даже ноги отрезали и руки из-за того что радиация была а так 30 из 100 я хотела сказать что очень здорово и меня очень удивляет искренне очень радует когда когда ребята в состоянии взять такую сложную тему потому что это очень это очень глубокая очень болезненная очень серьезная история и погружаться в нее нелегко поэтому по-человечески я хотела сказать что я очень приятно удивлена что ты дела такую глубокую штуку и поработала с ней очень здорово спасибо я хотела сказать что вообще так говоря еще интересный момент это как сочетать архивные материалы потому что там же много было архивных материалов с реальной съемкой и соответственно это тоже очень сложная задача так как бы как так снять чтобы было видно советскую часть не знаю города например или как так одеть какой костюм какое платье чтобы было понятно что ты не значит не живешь в 2022 году а в 1986 вот поэтому вообще очень очень большой респект от меня саши саши спасибо большое тем такие комментарии мне очень приятно отлично хорошо хорошо так максим ты хочешь добавить или ты это нечаянно все отлично прекрасно хорошо ну чего ребят давайте тогда я наверное хочу у нас прошел час и может быть давайте сделаем перерыв до чтобы сходить выпить чаю или сходить в туалет давайте вернемся наверное в значит в 410 хорошо хорошо пока до встречи так ну чего давайте сейчас перейдем к следующей нашей части и я хотела сделать некоторое нежное некоторые важный комментарий то что дорогие зрители сейчас будут ролики которые ну которые которые мы которые наши участники сделали а волну еще и очень волнущая нас теме и эти ролики ну могут оказаться тяжелыми и сложными поэтому если вам покажется что вам тяжело то вы отключайтесь и мы потом в конце как бы все всех предупредим что вот мы закончили просмотр да и когда закончим и соответственно можно будет вернуться вот просто хотелось сделать такое предупреждение чтобы вы как бы оценивали по себе как вы как вам будет комфортно хорошо ну чего давайте сейчас начнем смотреть а у нас ссылка если что ссылка саша скинул ссылку на если не просматривается а мы начинаем смотреть так сначала один звук дали на реке потом еще один потом она ближе ближе и потом просто между домами пролетел истребитель 2 сначала один потом 2 потом они вместе пролетели и получается что еще наверное спустя минут 10 все таки сбросили по моему бомбу на петровскую шахту начали летать самолет и был первый день когда они полетели именно над домами а до этого папа видел собственными глазами как разбомбили донецкий аэропорт полностью он видел от и до там насколько он рассказывал ну как бы зрелище не самое лучшее как бы но этого я не знаю это мир домой он был очень напуган и сказал маме быстро одеться собралась я мама крестная это мамина родная сестра мы поехали к дедушке с бабушкой потому что у них был подвал и если вдруг что снова то как бы есть куда пойти родители привезли меня с крестной и уехали в город в наш магазин мы тогда только месяца два-три как открыли магазин собственный итальянская одежда и получается они уехали посмотреть в город там что-то узнать и потом приехали наверное часа через три сказали что мы поедем домой все вместе переночевать в ту ночь мама собрала вещи утром они с папой 6 утра уехали в магазин собрали все вещи из магазина освободили его полностью и всем 30 утра мы уехали из города встретили поселили где можем жить кушать там реально жить мы там можем но это были такие спартанские условия потому что мы жили не в доме мы жили в бане реально в бане после этого случая мой мир остановился мне было 8 лет и как ребенку мне было очень тяжело на следующий день всем утра мы уехали из донецка мы остановились в селе где жили наши знакомые и там я пошла в школу но с каждым днем я верила что вот завтра мы поедем домой но этого не случалось в ноябре этого же года мы переехали в город запорожье и тут я пошла в школу в третий класс мы старались начать жить заново с чистого листа через полгода в мае я пошла на теннис которым так хотела заниматься школа работа поиски себя заняли очень много времени но мы не сдавались пошли вперед своим целям и мечтам так как это случилось феврале 2016 года когда я выиграла свой первый теннисный турнир в десяти лет мои успехи в спорте тогда начали набирать обороты около 3-4 лет подряд я показывала хорошие результаты как в запорожье так и в украине в 2016 году родился мой младший братик которого я очень ждала в 2017 году мы в первый раз полетели отдыхать за границу в солнечную анталию это было очень круто также было и в 2018 году мы тоже полетели в турцию но потом летом 2019 года мы переехали в киев спортивный центр я очень хотела там тренироваться я показывала результаты а также нашла друзей у меня был очень плотный график с утра до вечера практически без перерыва и плюс учеба училась я в дистанционной школе но к сожалению в июле 2020 года мы уехали с киева и уже в декабре этого же года я закончила свою спортивную карьеру я начала искать себя проводить много времени семьей с братьями также я стала крестной мамой это было круто через год в 2021 году я пошла в школу я очень рада что учусь именно здесь у меня крутые друзья замечательный классный руководитель и очень интересные уроки эти чувства эмоции смс не передать словами были слезы истерики паника взяла верх над моим разумом я не могла себя контролировать с каждым днем было все страшнее и страшнее хуже и хуже морально а И вот уже 8 марта. Я с родителями покидаю Запорожье и направляюсь на Западную Украину. Дороги мы провели около 19-20 часов, без остановок. Там мы пробыли неделю, и 16 марта мы приняли решение вернуться домой. Дома мы были 18 марта, так как условия езды в комендантский час усложнились, и нам пришлось переводить в чудесном городе Умань. По приезду домой у меня были странные смешанные чувства. Мне ничего не хотелось. Но по пути домой от моего учителя пришло предложение вступить в онлайн-уроки Англии, что помогло мне отвлечься, найти цель и двигаться к ней. Но вы знаете, моя жизнь очень поменялась. Я теперь не могу спокойно гулять, ходить в школу, и выходя из дома не переживать и не бояться, что что-то случится. Так уже просто не получается. С каждым днём я верю, что этот кошмар закончится. Но нет, идёт уже третий месяц войны. Гибнут люди, дети, ни в чём не винны, которые точно так же хотят жить и радоваться каждому рассвету и зак... Добрый вечер, здравствуйте. Всем привет, ребят. Только что вы смогли увидеть моё видео, мой маленький, но в то же время большой фильм. Это фильм про мою историю, начиная с 2014 года, когда мне и моей семье впервые пришлось покинуть родной город из-за военных действий. Тогда мне было всего лишь 8 лет. Я практически ничего не понимала. И вот скоро, мне 16, прошло ровно 8 лет, и война снова постучалась в мою дверь. На самом деле это очень тяжело воспринимать. Я никогда не могла подумать, что это случится ещё раз. Мне ещё раз придётся бежать от войны. Но так, к сожалению, случилось. И этот фильм, он дался мне очень тяжело, потому что я много плакала, много вспоминала. Я скажу честно, эта идея пришла мне очень спонтанно, потому что это на данный момент, скажем, немножко актуальная тема, которую обсуждают совершенно все, весь мир, каждый народ. И, как по мне, это была хорошая идея рассказать про мою историю, что случилось со мной, как поменялась моя жизнь. Мне пришлось начать жить заново в 2014 году. Я научилась жить заново сейчас. Но, знаете, я очень надеюсь, что это скоро всё закончится, и мы с вами сможем начать жить заново, с нового чистого листа. И у каждого из нас будет замечательная жизнь. Все наши мечты сбудутся, и мы добьёмся всех поставленных целей. Я в этом уверена. Саша? Маша, мне очень понравилось. Во-первых, Маша очень сильная, то, что она смогла развивать о такой теме, и она два раза пережила это. Ну, ей сложнее сводится то, что ну, пережить два раза это, это очень сложно, и воспринять это то, что ты опять можешь уехать, ты построил новую жизнь, вроде бы она строила много раз жизнь, и тебе придётся опять строить новую жизнь. Это очень сложно для человека, который два раза пережил. Она молодец, что она рассказала свою историю нам. Спасибо, Маша, ты молодчинка. Спасибо, Саша. Гель? Просто после фильма говорить сложно, потому что я думаю, что Маша очень сильная, если она смогла ещё раз всё это нам рассказать и ещё раз пережить и поделиться. Спасибо большое. Спасибо большое. Аня? Саша, большая умничка, столько такой фильм про себя рассказать. Под конец я, конечно, плакала. Конечно, пережить такую историю и рассказать кратко и чёт о ней, но просто Маша, ты большая умничка. Спасибо большое. Да, давай. Машка, ну, я вообще не плачу обычно. Умничка, большая, сто процентов. И я ещё просто хочу сказать, что я очень рада, как, что там было наше лого и что на тебя ты мне много раз говоришь о том, что как тебе помогла школа и помогает. И просто мало ещё кто знает, насколько Маша активно участвует в развитии школы. Она у нас староста, префект в старшей группе, она ведёт журнал посещения, она передаёт все мои сообщения ребятам, она проявляет инициативу, какие-то... Ну, ты просто примерно совершенно показательный человек и в то же время такой всесторонне развитый и, ну, есть просто люди, которые делают по плану, как бы, ну, зануды немного, грубо говоря, а у тебя просто это всё так натурально и шикарно, природно выходит, вот, натурально, да, и плюс ещё спорт и всё, что произошло и просто... И самое главное, вот, да, ты умница, что всё это показала, она меня перенесла и... ну, это с тобой случилось, ты не имела на это влияние, да, но ты имеешь на влияние есть акшен и есть реакшен, то есть к тебе с тобой случились какие-то акшен в жизни, на которые ты не можешь повлиять, но твоя реакция, your reaction to that, твой позитивный настрой, твоя доброта, твоя всё-таки вера в будущее и в настоящее, всё, вот это вот самое главное, ребят, я всем вам желаю и нам, вот именно всё очень много в жизни зависит от нашего настроя, на себя, на жизнь, на всё. И, конечно же, ещё, наверное, один месседж, который, может быть, ты не прямо его сказала, но который я увидела, это... ну, ты всегда позитивная, ты всегда классная, но есть люди, когда у них, там, я не знаю, может быть, плохой день или что-то сказали не так, или кого-то обидели нечаянно, и всегда вот нужно помнить, что мы, вот я уже с Машей сколько общаюсь, до сих пор я её историю до конца не знала, и всегда нужно помнить, что есть истории у каждого, которые могут влиять на наши действия, и всегда нужно с пониманием и с добротой ко всем относиться, и Маша, вот ты именно тот человек, который это делает. Спасибо тебе большое, я безумно-безумно рада, что у нас есть проект такой, и что мы друг другу помогаем. Вы мне точно так же помогаете, поверьте. Спасибо большое. Спасибо, Рита. Спасибо. Да, я хотела сказать, что Маша совершенно замечательный, искреннейший человек, вот, и то, что это сложно говорить про себя, сложно говорить про такие вещи, и Маша всегда была на наших занятиях, она всегда всем помогала, она заботилась о людях, и была очень искренней, ты можешь спросить Машу, Маша ответит, Маша поможет. Маш, оставайся, пожалуйста, такой, и вообще ждём тебя в следующую мастерскую. Я обязательно приду. Отлично. Хорошо, хорошо, друзья, давайте мы потихоньку перейдём к следующему нашему видео. Это видео тоже, оно... оно, как бы, довольно сложное, вот, опять же, предупреждение, если вам сложно, то можете отключиться. Но я хотела сказать, что Оля, автор следующего видео, она прошла очень большой путь от игрового кино, от кино, где, значит, она со своими друзьями, братьями играла, и участвовала, и режиссировала, до такого документального кино, до того, что она пошла спрашивать, значит, делать интервью. И это очень большой путь, и я сейчас хотела бы показать вам работу, финальную работу Оли. Опять же, да, если у вас зависает, ребят, у нас ссылка в зуме. Хорошо, вы не говорите, что у вас зависает, а вы просто говорите, что... Просто не говорите, короче, просто идите в чате к зуму. Вот. И там последняя ссылка, она как раз на работу. Хорошо? Вы зацепились впереди вот на опору, да? Я не вижу, чтобы ноги командовали. Я вижу, пока руки. Привет! Как у вас дела? Всё отлично, всё хорошо. У нас тоже всё супер. Что делали сегодня? Ходили, гуляли, всё супер. Супер, мы тоже сегодня гуляли на тренировку, сейчас ведём младшего брата. Всё классно. Сонючку, привет! Привет, привет! Как у тебя дела? Ничего, потихонечку, нормально всё. У нас тоже всё супер. Слушай, что вы сегодня делали? Сегодня с малым играли в волейбол на футбольном поле. Супер! Наши тоже сейчас поехали на тренировку. Угу, классно. 15 февраля мы поехали на сбор Харьков, и всё шло очень хорошо. Пока не настала ночь 24 февраля, которая изменила не только ситуацию в стране, но и нас самих. 24 февраля. В 5 утра по киевскому времени твой пальцем. Твой пальцем. Твой пальцем. В этом году, когда вот это все 24-го началось, мне позвонил один мой очень хороший товарищ и сказал, что будет серьезная война и Мариуполь будут брать очень жестко. Мы надеялись, что и в этом году, в этот раз нас тоже это не коснется, но, к сожалению, все очень сильно даже близко коснулось. У нас был дом, у нас был свой быт, у нас были свои уставы, а сейчас мы живем в чужом городе, это не мой родной дом, и, к сожалению, мне возвращаться уже некуда, нам всем возвращаться некуда, и родители очень сильно пострадали, и сейчас мы занимаемся их восстановлением. Знаешь, когда мы были в подвале, сидели две недели там, когда очень серьезно летали мины, и был авиаудар, были такие моменты, что уже иногда думалось, что даже, наверное, мы и в живых не останемся. То есть, как бы, это очень меняется знание. Хочется проснуться и подумать, что это не реальность, был какой-то дурной сон, но до сих пор нет ощущения реальности, что это на самом деле так и происходит. У меня такое впечатление, говорю, что мы как будто поехали в какое-то путешествие по Украине, и вот там побывали то в том городе, то в том городе немножко побыли. Говорю, мне кажется, что это путешествие, и вот-вот оно уже скоро, мы изведаем Львов, все здесь попутешествуем, всю красоту это увидим, и вернемся домой. Вот мне мое подсознание выдает такую историю, как будто бы это все путешествие, это вообще не реальность. Для меня это очень сложно представить, что это может быть на самом деле реалии войны 21 века. Открываю телеграм-канал и читаю новости, и понимаю, что это не сон, мне это не снится, это происходит за окном. Да, я не могу поверить в это, что это действительно произошло, потому что всю жизнь была мирная, тихо, спокойная. Просто очень стрёмно, когда ночью это выйдет на взрывы, и тогда вот мне действительно страшно, и я понимаю, что это все реальность. Мне до сих пор кажется, что все-таки уже 4 месяца прошло, и кажется, что это как-то вообще, что это нереальное, как сон. Сначала то, что моя поездка, так сказать, в другую часть страны будет путешествием, но потом, когда ситуация стала ухудшаться, и как путешествие я это больше не воспринимаю искренне. Я у себя просто какой-то кошмар или страшный сон, поэтому я очень надеюсь вернуться домой нам быстрее. Это, естественно, страшно, очень хочется, чтобы это был сон, но вряд ли сон может длиться уже 3 месяца. Потом постепенно, конечно, началось сознание реальности. Рани на сердце затиснуты болом, смита слезами в души береги. Радости, мабуть, не будет никогда, пока війна сей смерть накроет. Сюда журба в закривавленні масті, жах і тривога не видно лиця. Мирне життя десь розтануло в касті, хочется казку вернути с кінця. Всім повернути надію і спокій, усмішки бачити в мирній тиші. Страх залишити у ямі глибокий, вічей сховати далеко в душі. Віра збирає уламки надії, кинути хочеться все в небуття. Рани на сердці згортаються в мрії. Мріємо тільки про мирне життя. Оля, видиш, ми нічого не можемо сказати. Ми підпочтємні. Мо ти більшає молодец, Оля. Огровно молодец. Ось дуже круто снят фільм. У тебе такі способність, ми вже багато разів об цьому говорили, але реально, коли і смс-ки, і людина, і це все настільки емоціонально, і коли розрушений Мелітополь, і ця жінка говорить, то есть она як госттаун, получается, на фоні. Просто це настільки затрагиває. Знаєш, редко... Я більше такий людина, коли мені потрібно услышати, я такий на звук переношу. А здесь прям такі картинки були, які просто можна було б мало що говорити, але то, як ти це все зробила, вообще шикарно просто. І в кінце, вот це лучик надежды, то, що ми називаємо нашою школою, конечно же, але у нас всіх є і без школи. І вот цей Днепр широкий, і українське стихотворення, дуже в тему. І ти така, вроді і сильна, і умна, але в те же время така нежна. І це дуже так трогательно все. Дякую. Дякую большое. Мариана? Я хотела сказати ще, даже і по поводу Машиної історії, і по поводу Оліної роботи. Це буквально потрясающе. Не знаю, в якому смыслі. Ну, ви молодці, що ви це показуєте. Але це дійсно тежло смотреть, тежло даже слышати, коли говорять о твоєму городі, родному. Але ви більші молодці. Чесно, просто гордість, що я имею можливість з такими людьми, імею можливість участь в цьому проєкту, вчитися в цій школі. Це дуже круто. Дякую вам огромну і всім. Дякую, Мариана. Валя? Наверно, найбільшість для мене в тому, щоб займатися, ну, коли ти робиш в какую-то художнюю роботу, це, с одной сторони, говорити о настоящее, тому що говорити о настоящее, це дуже більно. І це то, що у тебе по-настоящому волнує, тому ти, ну, напрямер, я коли монтирую якісь якісь вещи, які кажуть про що-то, що для мене більне, я монтирую і плачу. І це дуже тяжелий процес. Тому взяти таку тему, знайти в ній дуже крутою, дуже самобытний ход з двійною экспозицією лиця і кадров. Це дуже самобытно. Оля, такого, ну, я, по крайней мере, не встречала такий ход. Це дуже крутою прям визуальний ход. Що ти дальше теж вставляєш, Юля вже сказала, я просто повторю, що кусочки с текстами прекрасно работають, що появляючіся ребята, ти їх робиш определенного цвета, щоб цей не вибивав. Тобто ти свої емоції знаходиш художественну форму, і це все вместе дуже сильно віддействує. Я розумію, щоб знайти цю художественну форму, ти внутри себе проделуєш дуже сложну, дуже болезненну роботу. І це абсолютно викзує людське восхищення, тому, що ти така смелая в отношенні... Ти не боїшся міра, і не боїшся не тільки міра внешнього, але міра внутреннього, який завжди, к сожалению, іноді страшніє, ніж іноді іноді відбувається. А ти з ним боришся так смело. Я дуже горжусь, що ти за такий короткий период времени такий шаг внутри себя сделала. Це дуже-очень здорово. Спасибо тебе більше за таку роботу. Я хотіла сказати дуже багато сподіваючи. Я надіюся, мене слуху, тому, що зараз знаходжуся не вдома. На самом деле, я думаю, Маша, і я не знаю, хто ще бував про війну, але дуже поймут мене, що це тяжело, дуже тяжело роботи. тому, що 24-го числа я попала в квартиру прямо в місце, де все це починалося, переехала в Запорожскую область, і тут почалися опять нас стрілять. Я попала прямо в Запорожскую область. А теперь, вчера, мені позвонили, сказали, що квартира, яка знаходиться сверху, має, яка загорелась, і має кубі зберігалася. Тому мене було крайне тяжело роботи. І я дуже рада, що не вийшла передати емоції. Спасибо большое, Оль. Гель? Учитывая то, що вже 2-е видео, дуже складно що-то говорити, головний показатель того, як ми висприніли все це, ми зараз сидимо і всі сім'єю просто рідаємо. Просто рідаємо. Мама сидить рядом, рідає, я рідаю, і це дуже сильно трогає. У вас дуже круто вийшлося все це перенести на нас і допомоги почувствувати зановно все це. Ви величі емоції. Ань? Оль, ти величай молодец зробити таке відео з отримками, що відбувалося в Харкові, Мариуполі. Я сама теж плакала, тому що мене сім'єю було больно, я не представляю, як у тебе було больно, коли ти знаходилась в Харкові, я була на цих місцях сім'єю. Я розумію, я розумію, наскільки було це було больно. У нас є можливість посмотри, присоединиться і сказати, що ми чуствуємо. Вот. І я б хотела щас, щоб ми перешли к нашій послідній, завершаючій роботі. гелі, 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 гелі. і вона, гелі. Вона дайома, вона дайома, вона дайома, вона дайома, для мене, вона дуже сильно. Вот. Так що, давайте посмотрим последнюю роботу нашої участниці, гелі. Опять же, ссылка буде в чате, і я буду показывати трансляцію. Не все тормозит, ссылка в чате. Дякую! Дякую! Итак, сегодняшний вопрос дня, що ж таке запорожье? Давай вместе в этом разберемся і, наконец-то, увидим наш город чуть ближе, чем просто туристы. Це дубовка. Дубовка – це заповедник в черте города, і даже немногі містні знають об цьому. Логично, що, якщо дубовка – це заповедник, то тут дуже багато животних. Це удивительний парк, тому що в восторге от нього і діти, і взрослі. Діти обожаю здешніх животних і аттракціони, які розположені в черте парка. Ну, а взрослі просто любят кайфувати на травці. Ну, як і все, думаю. Дубовка вступає ще й антидепресантами у віремі війни. Ну, де ви ще знайдете таке спокійне і уютне місце? Нервірують мене здесь тільки одуванчики, які не задуваються. Але, думаю, на це можна не обращать увагу, так як здесь вас буде ждати бонус в виде птиц, які заменят вам любую гарнитуру і любую певицу, типо бійонце і тому подобне. Просто послушайте. Давайте вернемся к тому, що ми решили характеризувати наш город. І, думаю, пора объяснить, чому я показала дубовку. Це найглядний пример, чому я готова дати це слово «Запорож'я». Тепло. Вот, що таке «Запорож'я». «Запорож'я» 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 «Запорож'я». Итак, в этот раз я привела своя имена на Хортицу. Ну, точнее не привела, а просто показываю тебе ее красоти с высоты тысячего полета. Я очень хотела бы провести тебе экскурсию конкретно из глубины этого острова, но сейчас идет война и мы никак не можем туда попасть. Я, как местный житель, могу официально заявить, что на Хортице ты чувствуешь себя совершенно по-другому. Иногда поездка на Хортицу действительно помогает лучше, чем поход к психологу. И это вообще не шутка. Даже если у тебя куча проблем в жизни, на Хортице ты всегда сможешь вспомнить о том, что ты свободный человек. Но особенно вдохновляет то, что мы живем на земле, на которой раньше жили казаки. Люди, которые не умели жить без свободы. Так же, как и мы. Редактор субтитров А.Семкин Наконец-то я привела вас на главную улицу города, на проспект Соборный. Я считаю, что это уникальный проспект, потому что, несмотря на то, что он один из самых длинных Европе, на нем просто невозможно заблудиться. Могу сказать вам точно, за эти 14 лет у меня было очень много попыток. В основном, конечно, не специальных, но неважно. Я ни разу не смогла заблудиться на этом проспекте. Но вообще, главное, что я хотела рассказать вам о нем, совершенно не это. Мы же с вами охарактеризуем наш город, а значит, нужно узнать самое главное о главной его улице. А конкретно? Пионерская площадь, театральная площадь, Маяковского, фестивальная и, конечно же, БШ. И, кстати, нет, это не просто набор слов. Это несколько площадей с этого проспекта. Многие неместные точно будут удивлены тому, что эти площади это далеко не третья часть всех площадей, которые находятся на этом проспекте. К чему же я веду? Да к тому, что каждый человек найдет здесь свой уголок. Даже живя в самом отдаленном краю проспекта, вы всегда найдете место, где вам будет уютно и тепло. И всегда найдете место, которое будет вам по душе. именно благодаря проспекту я считаю, что город Запорожье можно охарактеризовать еще и словом разнообразие. Наверное, главный показатель того, как можно охарактеризовать наш город, это наша повседневная жизнь. то, сколько времени мы проводим с родными в этом городе, наши воспоминания, наши успехи, которых мы добились именно здесь, то, чему мы здесь научились, что узнали и что запомним на всю жизнь. Ну и в итоге, что же такое Запорожье? Дом. 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 Это наш дом. Я смотрела и думала, как же мы хотим и Валю, и Веру, и Сашу, и всех к нам в город. Я рада, что у вас все закончилось на радостной ноте, потому что все порыдали. Геля, очень классно, и вообще я в восторге. И столько ты нашла все это в интернете, да, получается, эти видео? Не все, я половину снимала, половину нашла как-то через какие-то сайты. А как ты снимала, даже с дроном не снимала? Нет, то, что с высоты я не смогла, потому что запрещено сейчас, а то, что с улиц конкретно, это я снимала. Умница. Молодчина. Я тоже никогда не заблудилась на проспекте нашем, и я живу, и родители живут сейчас на площади фестивальной. Очень было трогательно услышать это. Мне очень понравился твой стиль при подаче информации. Такой очень laid back, знаешь, как бы расслабленный, но очень классный. Это, опять же, очень натурально получилось. Не было ощущения, что ты там зачитывала текст или что-то, как будто ты с лучшими друзьями разговаривала. Очень прикольно. Это очень хорошо, легко воспринималось. Спасибо большое, мне очень приятно. Спасибо. тебе за такое видео. Валь? Я хотела сказать, что мне очень понравился текст. Мне очень понравился, как легко он написан, какие в нём прекрасные, очень умные и смешные шутки. И видна такая лёгкость, очень ну такая природная, её сложно в себе воспитать. вот, так что очень здорово, Ангелина, спасибо большое. Очень крутой фильм и прям правда очень-очень-очень-очень хороший текст. спасибо. Аня? Кейль, ты очень прикольно делала видео кратко рассказала о месте Запорожья рассказала об нашем проспекте о Дубовке и об некоторых частях например, о Хортице очень прикольно подобрала текст очень красиво рассказывала и, кстати, песню прикольную подобрала вот конец спасибо, я долго их подбирала мне приятно слушайте, по поводу песен я как бы спрашивала Гелю, что это за песни сейчас они в моем плейлисте стоят так что да, если что, пишите, я всем скину вот так что я хотела сказать что ты вообще у тебя есть есть очень хорошее чувство структуры ты хорошо понимаешь как начать как закончить что должно быть в середине сколько времени у тебя должно уделиться на середине на конец-начал мне кажется, что этот ролик вообще-то говоря можно на Ютуб вполне себе как бы послать и он будет довольно много просмотрений спасибо большое наверное, без ваших уроков я бы так не сделала я бы немного отдали уроки с вами мы ждем тебя в нашу группу расскажите, что за группой что-то стояло а где-то будут выложены эти фильмы извините, пожалуйста потому что я не успела посмотреть я только встала да, да, да в Америке сейчас другое время это Галя Рахинсон Юля она с нами по самбутиону привет я только увидела что это вообще происходит тут же подключилась но оно почему-то не не крутилось я слышала только текст немножко ааа в чате ссылки есть посмотрите очень классные в чате есть ссылки в чате зума Галя, я спину тебе потом покажу ура, спасибо спасибо я так рада, что вообще это все происходит мы тоже и вас видеть потрясающе спасибо ну чего давайте сейчас поговорим немножко про наш следующий набор про то, что мы собираемся вообще делать вообще-то говоря это как бы был значит первое значит первый сезон нашей мастерской вот у нас такие результаты продолжение у нас будет летняя мастерская которую мы начнем в которую мы начнем будем ввести по четвергам с 16 июня у нас неделя неделя будет перерыв вот и соответственно это будет продолжение этой мастерской это будет продолжение специально для тех детей для тех ребят которые хотят улучшать и как-то значит усовершенствовать свои навыки вот соответственно мы всех приглашаем Сбаль ты хочешь что-то добавить по этому поводу? ну вот тут конечно как бы сказать что ты скажешь в общем-то этот курс который мы будем сейчас делать мы думаем его объединить то есть у нас есть та часть которая нам с Верой очень нравилась например в наших предыдущих курсах когда мы делаем какие-то вещи вместе поэтому они прям хорошо работают и мы думаем что мы их имплементируем в то как мы будем вести курс и у нас будет больше занятий чем в этом курсе то есть будет там 10 примерно занятий теоретических да плюс конечно как всегда у нас будет много разных классных интересных новых заданий практик и в конце будет показ вот естественно так как занятий будет больше то мы думаем что он будет в принципе там до 20-х чисел августа грубо говоря вот мы где-то вот как раз к осени закончим чтобы вы могли со свежими настроениями вступать в новый учебный год вот действительно этот курс для людей которые уже проходили у нас мастерскую потому что мы не будем возвращаться к каким-то базовым вещам которые мы уже проговорили но если вы хотите какие-то базовые штуки то сейчас у нас Саша ведет группу которая вот как бы level 1 и мы думаем что там в зависимости от запроса если вдруг появится еще много желающих то мы еще один раз level 1 можем провести ну кто-то там из нас проведет ну в течение лета вот так что мы просим скоро скоро бросим вам ссылку вот куда можно будет присоединяться чтобы 16 числа вместе с нами начать новый курс вот а пока типа если есть кто-то кто хочет записаться на первый курс к Саше то мы сбрасим вам ссылку чтобы перейти в телеграмм как раз на первый курс Саше да Ань ты хотела что-то спросить да я хотела спросить это типа курс кто хочет типа кому интересно может присоединиться даже детской группе смотри смотри Мари значит это значит есть два курса два курса это уже четыре курса первый это который Саша ведет сейчас он для тех кому интересно кто хочет начать и попробовать да кто еще не был в мастерской например если тебе интересно то можно присоединиться второй курс который второй у нас это будет для тех кто уже уже прошел которые уже знают как снимать которые уже знают как монтировать и им то что когда мы с ним будем заниматься мы будем уже как бы на следующий ну как бы следующий уровень будем проходить поэтому если ты например хочешь присоединиться то вот сейчас мы скинем в чате ссылку на телеграмм канал куда можно присоединиться для вот типа группа первого уровня вот Саша скинул ссылку в чате я думаю вопрос был для младшей группы возможно ли вот ребятам которым там 11-12 лет могут ли они к Саше присоединиться так вопрос к вам наверное он 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 ну в общем Анечка мы вернемся наверное всем здравствуйте во-первых хочу сказать всем ребятам большое спасибо за такие работы я был администратором на этом курсе и я видел их рост и это впечатляет некоторые ребята сделали прям такой огромный прогресс и это очень круто вы очень молодцы поэтому с нетерпением жду ваших следующих результатов на другом уровне по поводу моей группы у меня там сейчас как бы это правильно сказать наверное если мы будем делать детскую группу 11-12 лет я думаю будет правильно и младше будет правильно делать группу такого возраста отдельно да потому что совмещать группу в которой есть ребята которым 15 с ребятами которым по 12 немножко разная подачи информации по другому и чтобы не разрываться ну во время одного занятия преподавателю а две разные группы я думаю лучше если мы будем делать детскую группу я думаю лучше взять там конкретно детскую группу там младше 14-13 лет это это так правильно ребята по младше просят уже очень давно поэтому извините пожалуйста но если сможете сделайте пожалуйста Аня мы тогда тебя и всех остальных конечно же пригласим поэтому ждем тогда младшую группу спасибо большое Валя Вера Саша ну это вообще безумные курсы которые вы нам предлагаете все ребята в восторге я хотела еще тоже небольшой анонс сделать у нас будет Оля она еще соответственная за сбор группы Валя я тебе скидывала резюме помнишь девушке Насте вот она работала она журналистка режиссер работала в Медузе и в Дожде это русские такие открытые не национальные как это сказать даже теле мидия да вот она очень классная будет у нас курс режиссерского мастерства и может быть я тогда вас не сведу чтобы это как-то может быть даже параллель или что потому что если это можно объединить даже ваши навыки с видео работой камеры и монтажом и вот эту теорию которую она им поставит они будут писать сценарии и все такое было бы вообще у нас просто будет прям крю готовая уже независимые медиа открывать да абсолютно вполне возможно кто хочет на режиссерское мастерство записаться пожалуйста к Оле Оле пишите и в эту среду в 9 утра будет вступительный вступительный семинар по не семинара как тоже собрание что ли по лекция по инстаграму и маркетингу у нас девушка из пиар-агентства это ее агентство очень классное Анечка и другие малыши пока что это только для старшего поколения тоже но они у нас знаете как подобные кролики мы на них сейчас научимся через пару лет просто будет идеальный для вас курс такой который уже прям невозможно будет улучшить поэтому не сильно не расстраивайтесь ну в общем ребят тоже сообщите своим друзьям где в среду в 9 утра подключиться в расписании есть ой сколько всего у нас происходит Юля тебе большое спасибо за все Юль вот ты конечно центр всего этого взаимного счастья для людей и спасибо тебе за все что ты делаешь очень здорово спасибо большое пожалуйста и это так все органично получается и вот знаете как маленькие пазлики просто вот ну реально как бы мы создали возможность платформу и столько людей подключается и сайт какой у нас сейчас вы уже видели и английскую версию сегодня добавили и ребята там добавляют ролики и ой ну вообще и Валя и Вера обязательно вас жду сегодня через два часа на встрече с английскими учителями где мы тоже будем все рассказывать и как мы гордимся нашими ребятами спасибо большое спасибо большое спасибо огромное всем очень рада видеть и хорошего дня до понедельника я бы хотела я бы хотела чтобы здесь остались участники гостям мы хотим сказать спасибо большое за то что пришли спасибо большое за ваше внимание и младшем и пока спасибо спасибо Продолжение следует...